В Армении не утихает страсти. Продолжаются акции протеста. Очередной митинг прошёл в Басархичаре, который армяне называют Вартынис. Жители этого населённого пункта, а также соседних сёл Гигар-Куникской области перекрыли дорогу, ведущую в Ереван. Речь идёт о территориях, где до начала Первой Карабахской войны проживали азербайджанцы. Причина протеста – перед эскалацией районного паспортного стола. Вартынис является приграничным районом. Власти должны поддержать нас, чтобы никто не захотел покидать свои дома. Если руководство не справляется со своей работой, пусть уходит. Нам нужно сплотиться и защищать наши земли. Каждый, кто считает себя истинным армянином-христианином, до последней минуты своей жизни должен бороться за свои земли. Среди нас много предателей. Если мы не отдадим земли, никто не сможет отнять их у нас. Мы должны поддержать нашу армию и вместе защищать границы. Наши жёны и дочери должны почувствовать себя защищёнными на этих территориях. Власти намерены опустошить и уничтожить Вартынис. Их главная цель – чтобы армяне покинули эти места. Вы спрашиваете, кому это выгодно? Про турецким людям, конечно. Они не могут быть армянами. Такие ужасные вещи происходят не только в Арденизе, но и в других районах. Это просто позор. Карабах потеряли. Очередь дошла до нас. Зачем все наши учреждения переводят в Мартуни? Для получения удостоверения личности. Теперь нам придётся отправляться туда? В Арденизе сократили все рабочие места. Многие остались без работы. Закрыли даже некоторые школы. Как нам здесь жить после всего этого? Остаётся одно – покинуть дома. В обществе царит паника. В районе уже закрыли морг, санэпидемслужбу, военный комиссариат и другие учреждения. Теперь хотят закрыть паспортный стол. Мы хотели избавиться от бывших властей, поэтому привели к власти Никола. Теперь он решил опустошить Вартынис. Люди понимают, что он собирается отдать наш район Азербайджану. Если у властей нет таких намерений, пусть по телевидению объявляют об этом. Посмотрите, что творится в соседних районах. Там царит безработица. Люди закрыли свои двери и убежали за границу. Им нужно работать, зарабатывать деньги и содержать свои семьи. Все сёла уже опустошили. Во время войны наши пастбища перешли под контроль Азербайджана. В районе закрыли все шахты. Люди остались без работы. Некоторые из них начали заниматься животноводством. Однако молодые покинули Вартынис. Сегодня власти всячески стараются усложнить нашу жизнь. Как вы знаете, наш район со всех сторон окружен азербайджанцами. Нам приходится жить в тяжелейших условиях. Вместо того, чтобы решить наши проблемы, власти ещё больше усложняют нам жизнь. Они делают всё возможное, чтобы мы покинули свои дома. Это наш район. Здесь находится наш дом. Куда нам ехать? Как вы видите, на всех высотах находятся азербайджанские военные. Сегодня нашим мужчинам приходится подниматься в горы и защищать наши границы. За это они получают копейки. Наш район приграничный. Посмотрите, в какой ситуации мы живём. Раньше Карабах был нашими воротами. Однако мы потеряли их. Пусть власти не думают, что азербайджанцам будет тяжело добираться до Еревана. Если они спустятся вниз горы, то через час окажутся в центре Еревана. Для того, чтобы люди не покинули свои дома, чтобы Варденис не превратился в Агдам, власти должны поддержать нас. Тогда каждый из нас возьмёт в руки оружие и будет воевать против азербайджанцев. Данный вопрос вызвал бурю негодования в Армении. В интервью с журналистами жители Гегар Куника и Еревана во всём этом обвинили нынешнюю власть. Никол Пашинян отдаёт наши земли. Независимо от того, Азербайджан хочет эти земли или нет, он всё равно продолжает отдавать. Азербайджан неоднократно заявлял, что не покинет высоты, где они находятся. Они пытаются уничтожить нашу память, превратить нас в манкуртов. Мы потеряли Карабах, границы нашей родины находятся под угрозой. Власти хотят опустошить Варденис. В следующем будет Мегри, Тавуш, Зенгизур. Мы видим, как власти закрывают все учреждения в приграничных с Азербайджаном районах. В этих местах они создают ужасные условия, чтобы люди убежали оттуда. Жители приграничных сёл должны понять, что если они не будут бороться, то завтра азербайджанцы окажутся в Ереване. Алиев и Эрдоган не только замечательные стратегии, но ещё и хорошие психологи. И у них замечательная команда психологов. Никол самый трусливый человек в мире. Как президенты Азербайджана и Турции делают какие-то заявления, Никол начинает от страха дрожать. И этот страх он наводит на нас. Начинает угрожать нам новой войной. Ильхам Алиев очень мудрый политик. Он никогда не пойдёт на такие шаги, которые навредят его стране. Никол Пашинян старается повсячески навредить Армении. Животные никогда не выберут для себя самого слабого вожака, как это сделали мы. Наш народ самого слабого и самого трусливого человека сделал премьер-министром страны. Пусть власти уничтожат всех людей, пусть отдадут все наши земли туркам. Может, после этого все они успокоятся. Сколько можно мучить нас? Кусок хлеба не можем поесть нормально. Нужно наказать эту сатану. Я имею в виду Никола Пашиняна. Во всех наших бедах виноват он. Никол уничтожил наш армянский народ. Отдал Карабах Азербайджану. Как можно такое? Ужасное то, что никто не может справиться с этим дьяволом. Нам нужно приобрести оружие, стать сильным государством. Но у арвянского народа нет такого духа. Сила воли, чтобы подняться на ноги и бороться против врага. Во всем этом виноваты власти Армении. Им кажется, что отдав Зенгизур, все закончится. Ничего не изменится после этого. Весь народ должен подняться на ноги. Вместо того, чтобы бороться, они убегают в Америку, Европу, другие страны. Чтобы остановить Азербайджан, мы должны приобрести мощное оружие. Мы должны делать всё возможное. Если нужно, продать свою посреднюю майку и купить ядерное оружие. Только это нас спасёт. От этих властей можно всё ожидать. Непонятно, почему всё это делается. Благодаря политике Никола Пашиняна. Спросите у него, почему он с нами поступает так. Мне очень нравится Никол Пашинян. Он ведёт очень мудрую политику. Поддерживаю его и хочу, чтобы он всегда оставался у власти. У нас нет властей. Они не могут нормально работать. Посмотрите, что творится в Армении. 80% людей покинули Гигаркуник. Половина населения отправились в Россию, остальные – в другие страны. Как показывают опросы, население Армении встревожено этим административным нововведением, полагая, что власти готовят переселение армян, заселившихся дома азербайджанцев в конце 1980-х годов. Отметим, что несколько дней назад в соседнем Чемберекском районе распространяется новость о том, что местный военный комиссариат, паспортный стол и другие учреждения будут перенесены. До этого эти офисы были закрыты в Гафане и переведены в Герус, что вызвало панику среди жителей пограничных районов. Они считают, что всё это может быть подготовкой к возвращению азербайджанцев. Хочется отметить, что в Басар-Кечаре, Гегар-Кунеке, Зангизуре, Ереване и во многих других городах и районах Армении всегда жили азербайджанцы, которые во время Первой Карабахской войны насильно были изгнаны из своих исторических земель. Сегодня у этих людей одно желание – как можно скорее вернуться в родные края.